Привет, друзья! С вами Алексей Марков и канал Хуриномика. Началось это видео с записи в канале Алексея Антонова, которое я хочу процитировать. И все началось с вопроса подписчиков. Сейчас я его процитирую. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему, когда вы говорите про рекомендации от банков, бирж и так далее, вы говорите только о том, что они хотят нажиться на простом человеке, и что верить этим рекомендациям нельзя? Я, конечно, понимаю, что, наверное, для всех коммерсантов главное заработать побольше, но, мне кажется, ваша позиция чересчур похожа на позицию, есть только белое и черное. Просто я видел краем глаза некоторые рекомендации, и потом также видел, что некоторые реализовывались. Какие-то в полной мере, какие-то больше, какие-то меньше, но они реализовались. Или вы думаете, что это рассчитано не на самых развитых людей, и что иногда, ну или редко может стрельнуть? Так вот, попробуем разобраться при помощи Алексея Антонова. Поехали! Ну, начнем с того, что действительно так. И брокеры, и институтные банки, они будут производить громадное количество аналитики, всяких отчетов, исследований, рекомендаций. Они держат для этого целые отделы и платят ребятам неплохие зарплаты. Причем нанимают там и кандидатов в наук, всевозможных магистров, каких-то обладателей СИФА, аттестатов, сертификатов. Короче, приличных, казалось бы, людей нанимают, им платят, и ребята производят вот эти вот все отчеты. Они анализируют компании, отрасли, ну и рассылают клиентам. Причем некоторые клиенты, они думают, что это действительно их одарили, что у них премиум сервис, что смотрите, ребята, мне тут банк мой прислал супер исследование. Сейчас я ищу дяде Васе соседу, пришлю его, и дядя Вась мне будет благодарен, потому что это премиум сервис. Ну, то есть клиенты, в общем-то, любят вот эти отчеты, красивые картинки, графики. И все хотят стать неприлично богатыми, потому что вот думают, что банки им сейчас скормят великолепные инвестиционные идеи. Ну, потому что работать никто особо не хочет, желательно вот где-то 4 минуты в день работать. Да и самое, конечно, желательное не из офиса, а тихо, лежа на пляже, на Мальдим, ну, или на худой конец вот этот, Доминикан. Там вот это вот, где тебе подносят коктейли, все, а не ты из офиса, из кулера какой-то дрянь себе налил стакан. Важно, конечно же, чтобы потребности вот наши вот вырастали с каждой сделкой. Это всем очень хочется, ну, или не с каждой сделкой, хотя бы каждую неделю они бы росли, и чтобы на самолетах постоянно увеличивались и яхты. Желание хорошее, но как к этому прийти? Неужели действительно нужно слушать вот эту вот аналитику? Если ты хочешь всего за 40 минут узнать все самое важное о том, как разобраться с личными финансами и как начать сразу правильно инвестировать, я рекомендую посмотреть тебе лекцию Павла Комаровского под названием «Личные финансы для разумного человека». Его посмотрели уже более 50 тысяч человек, и многие считают, что это лучший короткий ликбез по инвестициям в интернете. Павел ведет канал Rational Answer, ведет он его для души, там нету всякой чепухи типа торговых сигналов и бесполезной ерунды. Ссылку на лекцию я оставляю в закрепленном комментарии, обязательно посмотрите, потому что я тоже посмотрел, мне очень понравилось. Кто-то ломится в казино в надежде заработать легких денег, кто-то идет в покер и становится регуляром те люди, которые действительно зарабатывают или хотя бы существуют на рейк. То есть играет в слабый-слабый плюс или может быть в ноль, но казино им откатывает за то, что они постоянно-постоянно играют. И благодаря вот таким людям, индустрия казино в США, например, оценивается в 260 миллиардов долларов и приносит там что-то 50 миллиардов долларов в год дохода. Хотите обыграть казино? Ну, если нет, можете пойти на биржу и поторговать акциями. Быть финансово уворотилой гораздо солиднее, и маме рассказать не стыдно, и дяде Коля, и дяде Васе за бокальчиком виски или там чего-то водочки портвейной объяснить, что я не такой, как те придурки в казино, я же торгую акциями и облигациями, я инвестор. И не обязательно, конечно, рассказывать вот этим новоявленным финансовым друзьям, что ты на бирже заработал, кроме больших денег, еще и гастрит, дергающийся глаз и хроническую бессонницу. В платном курсе от великолепного гуру все оказалось очень понятным. Вот здесь купил, здесь продал, покупаешь дешевле, продаешь дороже. И вот, внимание, ты богат, все незамысловато, мир же тут, жми на эту кнопку, и вот, в общем-то, все элементарно. А когда заботливый вот этот гуру, инфо-цыган, пропадает, ты понимаешь, что акций полно, фьючерсов полно, все это меняется очень быстро, даже быстрее, чем наша политика на Ближнем Востоке. Но, ты же умный, ты же совсем разберешься. И, да, ну, первый, блин, комом, второй, ну, там, да, какая-то была запара по работе, тоже что-то там не то купил, не было времени разобраться. Потом третий, четвертый, блин, это следы и депозиты, все, ситуация в мире сложная, да, внезапная какая-то там была. Интерференция этого Центробанка Соединенных Штатов Америки. Самые упоротые они, конечно, сливают 5-6 депозитов и потом уже начинают играть не на бирже, а играть в кальмара, потому что, ну, им больше уже ничего не остается. Приходит дяденька и говорит, что, извини, пора на выход. Разумные, конечно, они вовремя находят огнетушитель для задницы и подушку безопасности для индиционного портфеля. Хотя часто искать не приходится, приходит она им на почту прямиком от дяди Коли. Но, конечно же, всех нас взлечит и исцелит, добрый доктор, то есть, спросите, аналитик. Поздно набирать номер в 9.30, потому что наши клиенты уже висят на телефонах. Три, два, один, всех раков! Который сидит и пишет нам рекомендации. Даже не просто аналитики, целый отдел с, я уже сказал, с огромными зарплатами. Они там сидят за новостями, обрабатывают кучу материалов день и ночь. Они только работают, работают и производят великолепные аналитические рекомендации. Там отборные специалисты из тучи сертификатов, аттестатов. У некоторых даже дипломы не из ракетно-балетного училища имени Рогозина, а из высшей школы экономики. А главное, за все свои усилия ребят получают огромную зарплату. И, конечно же, за нее они потрудятся как следует. Ну и что характерно, они и правда трудятся и думают, что приносят пользу людям. Они делают репорты, подкасты, новостные рассылки, утренние видеобрифинги, вечерние видеобрифинги. Модельные портфели вам присылают. И весь этот труд вам достается бесплатно. Прекрасно, прекрасно. Осталось только заработать кучу денег на этих всех рекомендациях, поселиться возле пляжа и каждый день плескаться в море. Главное, не обоссать матрас от радости. Шутки шутками. Но, кстати говоря, хорошие финансовые советы от финансовых консультантов, от хороших, они, на удивление, работают. Есть такая книга Анжелы Хунг и Джоанны Йонг. Называется «Рынок советов для пенсионного инвестирования». И мы ее прочитали с моими ребятами. Так вот, они описывают результаты исследования на простых американских работягах. Они, эти работяги, имеют право не отдавать деньги просто в пенсионный фонд, а вложить, соответственно, там, не просто государство, а сделать инвестиционный счет и типа нашего ИС, только покруче. И повышать свою пенсию грамотными, великолепными вложениями. Так вот, больше, чем у половины таких инвесторов были какие-то серьезные ошибки. И когда авторы их проинтервьюировали и дали им какие-то советы, у многих, то есть у подавляющихся большинства, результаты их пенсионных портфелей улучшились. Если, конечно, их работяги послушали. Соответственно, доходность увеличилась. Но беда в том, что вот этот совет, хороший совет, он никак не связан с аналитикой брокера или инвестиционного банка. Потому что советы эти, как правило, хорошие советы связаны с тем, как правильно распределять активы в своем инвестиционном портфеле. И, естественно, для каждого человека совет этот будет разный. А не та аналитика, которая всем подряд рассылается даже премиум клиентам какого-то банка или брокера. Ну что же, это получается. Достаточно слушать великолепные прогнозы от финансовых аналитиков и все будет в шоколаде. Ну, возможно, действительно они правы и знают больше нас и способны заработать больше среднего инвестора. Это заявка на победу. Сразу возникает вопрос. А почему схема такая странная? Ведь у банков, у брокеров, у них же есть деньги, да? И почему бы они не дали эти деньги своим аналитикам и заработали кучу-кучу процентов годовых? То есть, если статистика их аналитиков хорошая, почему они сами, эти банки, не пользуются этими советами? Ну, вот не хотят почему-то. Не хотят. Банки и брокеры не любят рекомендации собственных аналитиков. Причем у разных брокеров и банков рекомендации тоже будут разные. И ваш горизонт инвестиций, ваш капитал, ваше отношение к риску никого, по большому счету, не интересует. И, кстати говоря, а вы вообще видели хоть раз отчет брокера, который бы говорил, смотрите, вот наши 100-500 рекомендаций и наши тысячи клиентов ими воспользовались и заработали вот столько-то денег? Да, и те из тех, кто последовал нашим рекомендациям великолепно, понятно, что следить такую тему довольно трудно. Ну, и к тому же, если аналитики действительно там вдруг какая-то звезда найдется, он тут же попросит себе прибавку зарплаты, потому что он скажет, смотрите, я же вот хорошо предсказываю. Ну, тогда эта тема еще сильнее начнет походить на вебинары бизнес-молодости, типа, зацените, да, клиент, который воспользуется моим советом, получил 1000% доходности, пользуйтесь нашими отчетами. Ну, похоже на выступление Тони Робинса, сами понимаете. Ну, беда в том, что доля тех, кто стабильно может переигрывать рынок, ну, их буквально там 1-2%, то есть, ну, хотят сказать, по пальцам пересчитать, по зубам пересчитать. Проще говоря, найти вот этого гения, который будет генерировать вам великолепные рекомендации, очень сложно. Почему? Потому что он себе попросит, естественно, космическую зарплату, лимузин, гарем, наложниц, и уж, скорее всего, он не будет продавать свои прогнозы, потому что ему гораздо удобнее, гораздо прибыльнее воспользоваться этими прогнозами самому, поставить на них всю квартиру и заработать свои там 1000% годовых. Но есть схема работающая, совершенно прозрачная, можно получать маленький процентик с каждого своего клиента. Давайте сыграем с вами в игру. Вы будете выбирать орел или решка, подкидывать монетку, и если вы угадали, то ваша ставка будет удваиваться, а если вы не угадали, вы будете терять все деньги. Я же буду стоять рядом с вами, где-то на расстоянии пары метров, и брать с вас 0.25% за каждый ваш бросок. Никакого участия в успехе или не успехе ваших подкидываний я иметь не буду. Мне вообще все равно, выиграли вы, не выиграли, у меня будет только одна задача. Каждый день стараться уговорить вас подкидывать монетку как можно больше. Я буду делать это самыми разными способами. Присылать вам презентации новых способов бросков, показывать красивые виды новых монеток, рассказывать вам, что сейчас именно та фаза луны, в которую монетку подкидывать особенно выгодно и приятно. Никакой ответственности, никакой заинтересованности конкретно в вашем заработке и в вашем выигрыше у меня не будет. Да и честно говоря, у меня и возможности-то нет повлиять на ваш результат. Но зато я всегда в плюсе. А вы, ну как получится. Хорошая ли эта игра и будете ли вы в нее со мной играть? Вот так вот простой, можно сказать, элементарный пример с монеточкой. Не с той монеточкой, а с этой. Он позволяет нам посмотреть на себя со стороны глазами финансовой ужасной акулы. 8 лет небритый терапевт из Нью-Джерси объяснял нам, что все вокруг врут. И врут начальнику, врут гаишнику, своему практологу вообще наваливают там быстрее короба. А когда нам кто-то рассказывает, что заботится о нашем успехе, он обычно врет вдвойне. Потому что в нашем успехе обычно заинтересовано довольно мало людей. Наша семья, друзья, ну и в общем-то мы сами. Не забываем еще о вашем успехе заботиться, конечно же, Алексей Марков, то есть я. Помните исследование про пенсионные вот эти вот советы? Самые внимательные слушатели, они запомнили тот факт, что совет оказался почему-то хорошим. Дело в том, что вот эти пенсионные вложения, они в штатах защищены специальным законом. Там есть какой-то акт о защите пенсии, который подписал еще Буш. Как-то он заблаговременно, еще там лет 15-20 назад. По этому закону, кстати говоря, финансовый советник, он должен брать одинаковые проценты вне зависимости от выбранного работяга и финансового плана. То есть независимо от того, рискованный он или не рискованный. Главное, чтобы он подходил к человеку. И он, кстати, не может пользоваться какими-то своими собственными советами. Он должен третьей стороны советы как-то там приобрести или использовать эту программу. И эти советы каждый год проходят аудит. И если советник облажался, то его просто-напросто заменят. Конечно, полной защиты от дурака такие правила они не дают. Но, тем не менее, все-таки от хитрожопого спекулянта и брокера они защищают довольно-таки неплохо. Ну, а ваш брокер будет стабильно вам присылать вот эти вот хорошие советы. Кто-то будет рекомендовать акции с прекрасными дивидендами. Каждый раз разные и самые ушлые догадаются вам предложить продать акции после дня отсечки. Ну, я напомню вам, что после отсечки акции, как правило, падают как раз на величину будущих дивидендов. Потому что брокеру, таким образом, двойная комиссия. И на покупку, и на продажу он получит. Но вы таким движением вряд ли что-то заработаете. Ну, вот брокер, да, заработает. Ну, он будет присылать вам всевозможные ресерчи и пытаться впарить участие в ВПО, в каких-то структурных нотах. Брокеру главное, чтобы вы действовали. Спокойных там не любят. И вот эти вот аналитические исследования и ресерчи, это просто способ напомнить вам о себе. Как будто брокер о вас действительно заботится. Недавно у компании Виза вышел фильм про Визу. Там, помимо самой рекламы, есть один важный момент, где они открыто, ну, зато честно, как говорится, сообщают, что зарабатывают именно на количестве транзакций. Вот цитата. Мы хотим, чтобы транзакций было много. Транзакций много. Мы на этом зарабатываем. Мы зарабатываем на количестве, не на каждой конкретной транзакции. Мы хотим, чтобы транзакций было очень-очень-очень много. Миллиарды. То есть, чем чаще вы сходите в магазин за очередной пачечкой семечек, тем выгоднее Виза. Я, кстати, акционер. Им важно, чтобы вы заходили в магазин как можно чаще, желательно несколько раз в день. Ну и, разумеется, оплачивали бутылочку Балтики, вашей кредитной карты Виза с великолепным кэшбэком. Жадные брокеры тоже привлекают спекулянтов, а не инвесторов. Потому что те приносят больше дохода. Кредитные плечи, маржинальные фьючерсы – вот источник благосостояния брокера. Зачем привлекать 100 спокойных инвесторов, когда можно заманить в свою кухню 5 упоротых гэмблеров, которые будут оборачивать капитал по нескольку раз на дню. Для любителей математической статистики задачка со звездочкой – посчитать, за сколько в среднем наш игрок потеряет все свои деньги, если будет подкидывать монетку, а кто-то будет забирать у него маленькую комиссию. Всего лишь 0.25% – это задачка. Вам сделать ее надо будет дома. Из того, что еще интересно, я могу вам рассказать про банки. Банк, например, может предлагать купить тебе те активы, которые кто-то изнутри банка уже купил. Или изнутри банка, из работников банка, или из клиентов банка. И теперь они хотят заработать на росте цены. Вот у вас в банке 10 тысяч клиентов, вы уже встали в позицию, и теперь можете на целых 10 тысяч клиентов размазывать свою позицию и ловить прекрасный, вкусный, бесплатный апсайт. А еще человек, который дает вам рекомендации, обычно не имеет собственного портфеля бумаг, тем более сравнивого с вашими по размеру, и получает довольно скромную зарплату. Карьера же его не зависит от ваших финансовых успехов, от слова «совсем». Он дает вам рекомендации сегодня, а уже завтра он работает на другой работе. А вам этот актив придется держать много лет. Вы ведь надолго активы покупаете, да? У сотрудника банка стоит задача каждый день, а что бы порекомендовать клиентам, что бы порекомендовать ему сегодня, на этой неделе, на следующей неделе. Что-то надо порекомендовать, иначе зарплату просто не будут платить, потому что клиенты не будут ничего покупать. Нет сделок, нет комиссий, нет бонусов, ничего не происходит. Самые жирные клиенты – это клиенты, которые постоянно торгуют, снимают деньги, кладут деньги, выигрывают, проигрывают. Это самый лучший клиент для менеджера банка. Клиент, который хочет составить сбалансированный, надежный портфель, который будет долго-долго его кормить и который будет устойчив к разным макросценариям, такой задачи у банка не стоит, потому что такой клиент приносит минимум денег. Такой вариант управления портфелем для банка глубоко противен. У банка интерес ровно противоположный, чтобы вы читали аналитику, новости, заявления, отчеты и как истеричка бегали туда-сюда и покупали-продавали. Все, это идеальный вариант. Реализуются ли время от времени рекомендации банков? Конечно, да. Как и в среднем, половина подкидывания монеток будет вашу пользу на дистанции. Но это не значит, что от банков в этом смысле много пользы. Итак, что же у нас с сухом, хотя нет, немного подмоченном остатке. Если вы хотите больше зарабатывать и на пенсии жить предпеваючи, конечно же, инвестиции – это ваш выбор. Но если вы при этом не хотите двигать ничем, кроме кончиком указательного пальца, или не собираетесь принимать самостоятельные решения, тогда вам не на биржу, тогда вам в информационную бригаду диванных войск. Пусть для одноклассника Пети или соседа по гаражу, вы финансовый воротилок, который покупает акции и получает какие-то дивиденды, но для настоящих рептилоидов вы просто мелкая рыбешка, которую будут доить, доить и еще раз доить с максимальной отдачей. Прогнозы на курсы акций от вашего банка, они реально хороши для вашего банка. Но где же тогда найти прогнозы для себя любимого? Постараюсь объяснить. Вам нужно потратить сотни и даже тысячи часов на изучение финансовых дисциплин и еще больше на то, чтобы найти в этих перипетиях финансовых приключений какую-то закономерность. Хотя можно купить сигналы гуру, они же платные, это другое, это не банк. Подумайте еще раз, точно ли вы хотите торговать на бирже? Ваших ответов я жду в комментариях. Всем пока, с вами был Алексей Марков. Братишка, ставь на орла, в следующем точно орел выпадет.